Всем привет! Сегодня у нас 27 августа. Начинает поспевать очень красивый товарный сорт дипоидной сливы Точи Сан. Слива очень вкусная. Я в том году пробовал, было три сигналки. То есть просто шикарная. В этом году у меня завязалось немного. Вот вот висит. Сейчас покажу. По той причине, потому что в том году у меня на черенки я ее отщипнул в крону. Вот идет старая слива. И вот вщепнута ветка идет. Щипнул в крону, вот она пошла. И в том году остался один столбур. То есть все повырезал на черенки для себя и на продажу. И по этой причине, то есть осталось тут 3-4 веточки плодовых, на которых в этом году завязались штук 15 или 20, грубо говоря, штучек слив этой. Если бы я ее не обрезал, то было бы, конечно, много больше. А так весь прирост пообрезал, остался один столбур и по этой причине как бы их мало. Но слива очень крупная. Сейчас покажу. Вот яйцо. Сравнение с яйцом. Какой размер. Вот яйцо. Вот яйцо. То есть очень красивое, позднее, товарное. Вот тоже яйцо показываю. Куриное, чтобы было видно сравнение. Сейчас мы ее сважим. В том году были плоды самые большие, 147 грамм. В этом году не знаю, не важил. Но по всему, что я смотрю, то она уже поспела раньше. В этом году жара стоит 35, 37, 38. То есть все раньше поспела. Персики раньше поспели на неделю. И я так понимаю, что и она раньше поспела. В том году поспела она 5 сентября. Я, извиняюсь, 5 сентября поспела. Мы ее попробовали, съели. То, конечно, по вкусу шедевр был. Сама она плотная. Такая. Класс. Такие вот сливки. Красивые. Сейчас сорвем. Даже если она может быть кое-де. И держится вот неплохо на дереве. И даже если зеленоватая, я положу в подвал, она дойдет. Слива доходит. Вот в руки по часам. Налет, если обтереть. Такого на цвета. Вот какая. Такой сорт. Дипоидные сливы. Сейчас сорвем. Посмотрим. Вот тоже висит. Вот эта вот спелая. Это поменьше размер. О, это упала сама. Вот какая красавица. Тут одна у меня уже упала. Сейчас. Надо его. Вот эта мягкая. Вот упала, чувствую, мягкая. Ударилась. Здесь даже сорт пошел. Сорт, конечно, внушительных размеров. Красивый такой. Необычный. Что самое интересное, вкусный. Какая красота висит. О, дипоидная слива. Точи ссан. Сорвем. Надо сважить, попробовать. Блин, неудобно одной рукой. Ничего. О, красота какая. Оставлю на дереве чуть-чуть. Пару штучек. Хайда висят. Пауэр. Так, сейчас. Надо ее... Посмотреть, какой вес. Ну, размерчик, конечно. Вот яйца увожу. Яичко и сливка. Такая дипоидная классная. Рука поналетала. Так, давайте посмотрим, какой у нее вес. Самому интересно в этом она. Что за размерчик у нее? 125. 140. 140. 150, наверное, будет. Не. 140. 134. 133. 100. 100. 90 с чем-то. Дисканировано стоят. 135. О, вес хороший. 118. 126. 127. 100. 100. Да, в этом году нету по 147. 140 самый большой. Но все равно. Размер впечатляет. Такая красота. Сейчас. Положу, разрежу ее. Уже посмотрю, какой вкус. Расскажу более. Так, вот я разрезал. Вот такой вот у нее. Имеет мякоть. Желтого цвета. Такой вид имеет. Косточка не отделяется. То есть, ну вот. На вот этом плоде я не смог ее отделить. Тут разрезал так, то отделилась. Плоды вот видно. Сочные. И плотные. То есть, сока в нем много. Они еще только-только начали поспевать. Так. Сейчас попробуем на вкус. Сейчас посмотрим по соку. Вот сейчас. Вам видно, бежит. Очень сочно. Сока много. Сейчас попробуем. Что за вкус у него. Вкус бомба. Говорю сразу, что для меня она пока самая вкусная. Из многих сортов, которых я пробовал. Вкус у нее, конечно, офигеть. Очень вкусная. Сладкая. Кислинки практически нет. Очень насыщенный аромат. Даже не могу понять, на что он похожий. Сейчас еще попробую кусочек. Вот она очень вкусная. Не могу сказать. Очень много разных каких-то вкусов. Своеобразных у нее. Могу сказать, что очень вкусная, душистая. На что похожа, не могу сказать. Много всяких таких. Но так. Во вкусе. Короче, вот такой сорт. Крупный, товарный. Сочный. Просто класс. Мне кажется, что его можно перевозить. Вот видно сок. Потому что он плотный. Что плоды плотные. Вот такие вот плоды. Вот в руке диаметр. Такая вот красота. Что его сейчас срывать. И на перевозку, на продажу. Теперь много было. Вот так засажен сад. Вот она улетала. Клапана, как плоды в Америке улетают. По бешеной цене. Класс. Товарность на высоте. Какая слива. Такое на базаре не увидите. То есть это новинка. Ее недавно только как завезли в Украину. Так что сорт бомба. Кто посадит себе, кто будет доволен. Единственное, надо в этом году, вот у меня сгнило штучек, наверное, 6 слив. Ну, я ее особо не обрабатывал. Не было время у меня. То есть особо обрабатывать, то сгнили. Так что надо обязательно обрабатывать, наверное, за 2 месяца, начиная до поспевания. С июля месяца препаратом свич. Чтоб сохранить плоды. Ну и червячок ее тоже любит. Червячок тоже любит этот сорт. Так что от червячка его тоже надо обязательно обрабатывать. Если посадите, будете обрабатывать, будет у такого замечательный, крупный сорт. И очень вкусный. Класс. Курочка. Хрустит. Так вот на дереве висит. В этом году фотографии делал. Кто видел. Класс. Есть черенки этого сорта. Прирост хороший. Вот какой прирост идет у него. Вот ветки. Кому интересен сорт, понравился. То есть, заказывайте. Черенки стоят, конечно, не сильно дешево. Но этот сорт стоит того. А так, в принципе, все. Буду дальше наблюдать за этим сортом. Уже детально, когда он пойдет, полное плодоношение. Когда его будет масса. Так как на Сарк Премьере. Так как на Румяной Зорке. Что будет много. Я уже более детально потом сниму, расскажу. Как он себя показывает. Будет он гнить, не будет он гнить. Какой у него будет размер при полной загрузке. Уменьшится, не уменьшится. Ну, а так, в принципе, по видео все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.